Как улучшить моторику кишечника? Зависит от того, в какую сторону она у вас ухудшена. Если она у вас ухудшена в сторону диареи, тогда это одни способы. Если она ухудшена в сторону запоров, это другая история. Если она не синхронная, тогда это третья история. Если у вас диарея, а вы будете использовать слабительный, то, конечно, моторика улучшится. Если будут запоры, а вы будете использовать энтерсорбенты или препараты, замедляющие моторику, То вы тоже ее улучшите, но не в ту сторону, в какую надо Поэтому, если будут нерегулярные сокращения кишечника Нерегулярные, спонтанные, несинхронные Тогда вы будете улучшать моторику слабительными Улучшать моторику сорбентами И ничего не будет работать У вас возникнет отчаяние А из-за отчаяния кишечник вообще перестанет сокращаться Но вам покажется, что стало легче Потому что если он перестанет сокращаться, а были несинхронные сокращения Вас чуть-чуть отпустят Но это никак не решает причину этого нарушения Потому что самое главное Работать не с нарушением моторики в моменте А с причиной, из-за чего испортилась моторика Если вы будете решать постоянно хвост проблемы Она будет постоянно возвращаться А вот из-за того, что она будет постоянно возвращаться И лекарство будет то помогать, то не помогать Возникнет тревожность А из-за тревожности с моторикой станет еще хуже Еще больше полезных знаний о здоровье в моем профиле Также вы можете задать свои вопросы на прямых трансляциях в соцсетях И бесплатно изучить материалы, которые я подготовил для вас Где еще больше полезной и качественной информации Все ссылки в профиле Подписывайтесь и ставьте лайки